Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать в новой рубрике маленьких, коротких, но очень важных советов, подсказок, почему нельзя еду запивать или пить до еды. То есть многие об этом из вас, конечно, слышали, знают, но есть и те сейчас, особенно среди блогеров некоторых умников, начинается такая пропаганда, что это можно пить, запивать, все это, никаких проблем нет. Я сейчас поясню, чтобы никто вас не мог обмануть, чтобы вы понимали, почему все-таки нельзя. Дело в том, что все очень просто и логично. В природе вообще сложного ничего нет, нужно только понимать, зачем идут те или иные процессы, как все устроено, без верований, без желания чего-то оправдать, а просто правде в глаза смотреть. В желудке есть определенная концентрация соляной кислоты и фермента пепсина, который необходим для расщепления в основном белковой пищи, но на самом деле здесь есть еще один нюанс. Желудок – это не только, так сказать, орган для переваривания пищи, потому что основная часть переваривания все-таки в кишечнике происходит, а еще это инфекционный барьер. Дело в том, что белки, ведь вирусы, грибки, бактерии – это тоже белки. И как раз соляная кислота, ее pH, вот эта концентрация, кислая среда уничтожает в какой-то мере, по крайней мере, часть вредных вирусов, грибков, бактерий. Поэтому, кстати, нужно есть маленькими порциями, чтобы смог желудочный сок обработать полноценно пищу и долго ее жевать. Но дело сейчас не в этом. А представьте, если вы пьете до еды, вы разбавляете эту концентрацию и фермента пепсина, и кислоты, то есть более щелочная среда создаются, и барьера инфекционного, вот этого антиинфекционного уже не будет в той мере, в какой было бы, если бы мы по природе бы действовали. Поэтому пить надо за полчаса до еды. Но если какие-то препараты принимаете за 30-20-10 минут до еды, очень простой совет, чтобы привести кислоту в тот предел, в ту норму реакции, которую природа предусмотрела для качественного переваривания и дезинфекции пищи, вы просто берете немножко кристалликов, ну каменной соли, конечно, лучше каменной, можно любой, но лучше, и просто рассасываете и проглатываете со слюной пару минуток, буквально до еды, и концентрация желудочного сока в плане соляной кислоты опять придет в норму, и все будет в порядке. Но можно сделать, как я советовал в моей предыдущей короткой лекции, совете по тому, как уменьшить потребление соли раз в 10-20 при оставлении того же привычного вам соленого вкуса пищи. Кстати, посмотрите, кто не смотрел эту лекцию, так вот, можете пипеточкой или ложечкой чуть-чуть уже готовый соляной раствор также налить в рот, немножко рассасывая, проглатывать постепенно в течение 1-2 минут, и все будет в порядке. Ну а после еды, конечно, если пища вареная, жареная, не надо запивать такую еду, ну как можно дольше, желательно час, а если это пища, овощи, салаты, зелень, фрукты живые, термически необработанные, то можно уже через полчаса попить небольшое количество воды, лучше, конечно, позже. Теперь давайте еще один очень важный пример по аналогии приведу. Представьте, если вы едите живую все-таки пищу, овощи, фрукты, тогда вы, наверное, знаете из моих прошлых лекций, кто новичок, сейчас послушайте. Есть такие органеллы в клетке, лизосомы, там клеточный фермент находится. Вот представьте, яблоко упало с дерева, вы такую картину наблюдали много раз, например, и повредилась часть клеток, удар произошел. Потом мы смотрим через день-два, темное пятно такое, да, ну не плесневелое, нормальное, темное, не поврежденное. Если вы это съесть, то прям и запах такой, приятный аромат, и она уже переваренная, мягкая такая структура, да, стала в яблоке. Что это такое? А дело в том, что ферменты вот эти, содержащиеся в органеллах и лизосомах, когда клетки разрушаются, и все, содержимое, цитоплазма перемешивается, да, клетки, активное самопереваривание начинается, это открыл процесс еще академик Уголев, аутолиз это называется, да, процесс самопереваривания клетки под действием своих же ферментов. Тогда вот представьте, что если мы едим такую пищу, давайте дадим организму потратить нашей энергии в виде наших же ферментов гораздо меньше, потому что за нас это сделает сама природа, особенно это актуально, если монопродукт мы какой-то едим, ну, например, абрикосы поели, там, персики или что-то еще по сезону, неважно, тогда этот процесс активно включается. И теперь представьте, мы пьем воду и мы разбавляем эти клеточные ферменты, концентрацию, что тогда происходит, гораздо хуже происходит переваривание, и требуется уже наших ферментов больше, а желудочный сок, а дальше уже все это переходит в 12-перстную кишку, тоже разбавлено. Поэтому, дорогие друзья, не извращайте законы природы, я понимаю, что привычка вторая натура, но этот мой совет поможет сберечь здоровье, ведь от дня ко дню мы идем все-таки не к здоровью, а к болезни, если мы все пустили на самотек. И каждый фактор, вот такой, каждый маленький такой, но важный совет пойдет вам на пользу. Учтите это, не запивайте еду, если только это, конечно, не сухари, тогда да, если продукты дегидрированные, не имеют воды, какие-нибудь чипсы, прочие, хотя это есть не надо, ну, сыроедные, допустим, возьмем, веганские, экологически чистые, к примеру, то запивать такие продукты, конечно, надо. А если любой продукт в изначальном виде, либо содержащий воду, не надо категорически. Ну, собственно, все. Если вам понравилось видео, ставьте, конечно, лайки, подпишитесь, кто еще не подписался на мой канал, ставьте колокольчик, обязательно нажмите, чтобы просто не пропустить мои новые видео. А скоро будет очень много ценных видео. Я буду давать такие же короткие советы, маленькими сюжетами, а также продолжу свои большие глобальные лекции, в которых я буду разбирать процессы уже серьезные, не коротко, потому что такие серьезные вещи коротко невозможно объяснить, рассказать. Так что не ленитесь, смотрите более длинные мои видео. Ну что ж, на этом все. Всего хорошего, до свидания.